дэзи ланчпада поставьте пожалуйста плюсики с меня нормально слышно в чате если ты меня видно и слышно не столько важно что видно важнее что слышно вот и я сейчас найду слайды поделюсь экраном начнем так окей хорошо вижу что плюсики вы поставили я чат пока что выключу до чтобы нет вкликаться и переходим да у меня просто новый компьютер буквально несколько дней сейчас еще одну секундочку так все все проверил с вами на связи илья манин я постараюсь сегодня достаточно емко рассказать о большой большой концепции дэзи постараюсь это сделать простым языком для того чтобы каждая домохозяйка каждый обыватель понял о чем идет речь прежде чем я начну я напомню о том что приобретение пакетов краудфандинга дэзи это долевой взнос на развитие искусственного интеллекта а не инвестиции в трейдинг то есть у нас не инвестиционный проект у нас проект краудфандинговый да краудфандинг инвестиции это немножко разные вещи и также здесь на слайде указано написано то что перед выходом компании дотек на фондовый рынок акции дотек будут переданы всем участникам краудфандинга поэтому необходимо будет пройти верификацию кейси как вы понимаете невозможно получить акции настоящая акция торгуемые на фондовом рынке если вы не пройдете верификацию в современном мире любые финансовые институты организации регуляторы требуют верификацию поэтому рано или поздно всем партнером дэзи нужно будет пройти верификацию если вы конечно хотите получить акции до 46 процентов средств которые идут через краудфандинговые пакеты предназначены для маркетинга с использованием реферальной системы поощрений всего эндотек 10 процентов акций раздаст партнером 10 процентов от общей эмиссии да вот здесь это тоже указано это важный момент значит переходим тогда уже непосредственно к презентации а я думал что сегодня не буду рассказывать про маркетинг но все-таки я слайды оставил я коротко по нему пробегусь да потому что общая концепция без маркетинга она как-то теряется вот тем более тем более у нас есть промоушены по новым продуктам и без маркетинга не теряют смысл и так давайте знакомиться децентрализованной системы искусственного интеллекта дэйзи да вообще дэйзи по-английски это маргаритка это цветочек дэйзи но данная аббревиатура означает децентрализованной системы искусственного интеллекта и на самом деле то что мы создали это очень инновационная бизнес-модель который до сих пор не не было на рынке этой модели я являюсь одним из фаундеров данного проекта вот нас всего трое фаундеров вы те кто уже в бизнесе знаете кто за проектом стоит здесь абсолютно неважно кто за проектом за маркетинговой частью потому что проект работает децентрализованно проект работает на блокчейне и я сейчас как раз вот про это про все расскажу важнее куда мы с вами здесь инвестируем вкладываем деньги то есть важнее те проекты которые мы для платформы отбираем сама платформа она работает работает сейчас уже безукоризненно были технические сбои и так в нашей модели присутствует краудфандинг присутствует смарт-контракты присутствует искусственный интеллект и присутствует партнерская программа как вам такая жгучая смесь но реально до сих пор такого не существовало и я сталкиваюсь большим количеством непонимания то есть звучит это все круто людям это нравится но не все понимают даже банально что такое например краудфандинг далее что такое смарт-контракт и большинство людей это не понимает плюс еще появился дезилла ланчпад ланчпад это вообще непонятное такое слово загадочное и про это я тоже отдельно сегодня расскажу это очень и очень интересная перспективная бизнес-концепция итак двигаемся в порядку до краудфандинг здесь определение подобраны из википедии но я давайте вам простым языком объясню что такое краудфандинг краудфандинг это когда большое количество людей крауд это означает толпа скидываются на либо поддержку каких-то проектов либо на инвестиции в бизнес стартапы и все это называется как раз краудфандинг даже нас краудфандинговая форма и таким образом все мы краудфандеры да ну вот по-английски так вот фантаз называется то есть краудфандерами либо здесь вот на слайде написано инвесторы людей делающие материальный вклад в проект называют еще бейкерами да вот мы бейкеры краудфандеры те люди кто участвует в добровольном 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 скажем так пожертвование что ли до вложение средств в развитие тех или других проектов обычно это делается через интернет с приходом интернета естественно этот концепт он стал достаточно популярный искусственный интеллект тоже все о нем говорят то есть вот все эти слова это тренды это самые горячие тренды которые сейчас на рынке существуют и модель вбирает в себя все эти это искусственный интеллект это ну это да может многие думают когда слышат про искусство интеллект вспоминают фильм терминатор да вот когда такой робот как человек становится думает двигается какие-то действия совершать на самом деле звезд analytics это просто всего-навсего простыми словами если говорить это некая интеллектуальная машина это интеллект набор интеллектуальных программ интеллектуальных компьютерных программ, которые осуществляют определенные действия, прорабатывая огромное количество информации, огромное количество данных, big data, большие данные, то, о чем сейчас все говорят. Вот у нас проект, он плотно-плотно связан с искусственным интеллектом. Мы с вами здесь инвестируем именно в искусственный интеллект. Мы вкладываем деньги, наш краудфандинг нацелен на искусственный интеллект. Смарт-контракты, опять-таки, звучит как-то очень заумно. Смарт-это значит умный, контракт-это контракт, непонятно, о чем идет речь. Смарт-контракты – это такие некие программы, которые существуют на блокчейне. Ну, блокчейн, я думаю, вы уже все понимаете, что это такое. Все сейчас, кто в онлайне находится, знают, что такое криптовалюта, что такое блокчейн. Но если кто-то не понимает, то это некий реестр, распределенный реестр в интернете, через который, на базе которого различные индустрии используют, его применяют по разным назначениям. Вот мы, самый известный большой блокчейн, это блокчейн биткоина, блокчейн криптовалют. Все об этом знают, и все знают, что транзакции на этом блокчейне, их нельзя никак отменить. Для того, чтобы на базе блокчейна создавать программы, используются смарт-контракты. По сути, это умный контракт, это просто компьютерный алгоритм. Это некая программа, которая программирует модель на определенные действия. Эти действия, они совершаются. То есть, это некий алгоритм запрограммированный. И обычно эти смарт-контракты, их нельзя уже никак поменять. Они децентрализованы, они в интернете также находятся. И бывают смарт-контракты с открытым исходным кодом, бывают с закрытым. Плюс партнерская программа. Я уверен, что среди присутствующих есть люди, кто профессионально, развивает партнерские сети. Это на сегодняшний день ни для кого не секрет, что один из самых популярных способов распространения информации, когда информация распространяется от человека к человеку через сарафанное радио, и за это люди получают вознаграждение. Это существует, это методика в противовес традиционной рекламе, на которую тратятся порой большие средства. Итак, первый проект, который вся эта концепция DAISY, платформа DAISY, краудфандинговая платформа DAISY выбрала, называется Endotec. Это компания Endotec, которая расположена в Израиле. Вы можете зайти на сайт endotec.io, ознакомиться подробно с руководством компании, увидеть статистику торговли этой компании. Компания существует с 2012 года. Последние 3,5 года она работает на рынке криптовалютного алгоритмического трейдинга с использованием искусственного интеллекта. И цель первого проекта – собрать 10 миллионов долларов на разработку нового поколения искусственного интеллекта, чтобы на трейдинге, на криптовалютном, еще больше денег мы с вами могли зарабатывать. И также привлечь полмиллиарда долларов под управление для того, чтобы с живых рынков получать статистику и использовать ее для развития вот этого самого суперинтеллекта. То есть у нас два таргета, две цели. И мы с вами как раз в первой фазе проекта сейчас и находимся. Мы достаточно недавно запустились. Пару слов всего лишь я скажу о компании Endotec. Компанию возглавляет доктор Анна Бекер. На сайте Endotec вы можете найти более подробную информацию, можете ее прогуглить. Это очень известный человек в мире искусственного интеллекта. Она имеет докторскую степень от Тель-Авивского университета Текнеон. Она является основателем компании и она является гением и мозгом этой компании, компании Endotec. И именно благодаря Анне Бекер мы сейчас с вами в пассивном режиме, те, кто здесь участвует, зарабатываем деньги через вот эту краудфандинговую модель, потому что в то время, пока рынки сейчас падают и рынки криптовалютные нестабильны, биткоин очень волатильный, эфир тоже очень волатильный, мы с вами, например, на последней просадке денег не потеряли. И в общей сложности у нас очень хороший результат. Я о них тоже еще скажу. У нас есть проверенная статистика торговли с января 2018 года. Я лично тестирую уже больше года, то есть еще до того, как DASY был запущен, я длительное время тестировал алгоритмы компании Endotec. Мои партнеры тестировали еще до меня полгода. Мы это сами проверили на наших личных счетах, мы убедились в том, что все это работает, и мы понимаем, что на самом деле нам очень-очень повезло, потому что компания Endotec – это бесспорно лидер на рынке алгоритмического трейдинга, но они не маркетологи. Таким образом, у них есть крутая технология, но они не знали, как эту технологию применить, как эту технологию монетизировать. И тут появились мы как группа маркетологов, и мы им предложили вот эту краудфандинговую модель, чтобы не просто применить технологию, а еще ее улучшить и собрать вместе общими усилиями. Поэтому называется краудфандинг. Достаточно большие суммы для того, чтобы Анна могла развить, разработать новое поколение технологий. Давайте посмотрим, как эта технология в действии работает. Когда мы начинали бизнес DASY, когда мы первые презентации проводили, мы ссылались на статистику с сайта преимущественно. Сейчас мы ссылаемся на статистику с наших кабинетов, потому что у нас уже есть реальная статистика у партнеров. Это реальная статистика нашего фонда. То есть те средства, которые через краудфандинг поступают в компанию Endotec, мы это называем DASY фондом. Это такое условное название. И вот вы видите скриншоты из личного кабинета. Справа, давайте сначала посмотрим, на скриншоте показано, что у нас всего более 64 миллионов зашло в этот фонд. Здесь показана кривая заработка прибыли. Мы видим, что у нас бывают не только прибыльные просадки, что на самом деле очень удивляет и порой обескураживает некоторых партнеров, которые привыкли зарабатывать в хайпах постоянную прибыль и не привыкли выйдет минус. Но мы здесь абсолютно прозрач. Наша кредо, кредо DASY – это прозрачность, честность и долгосрочность. Мы пришли надолго, мы работаем абсолютно прозрачно. И наш трейдинг уже прошел аудит от одной из топ-4 мировых аудиторских компаний. И сейчас юристы ведут последние переговоры, чтобы получить подпись, печать. И я надеюсь, что очень скоро мы сможем этот аудит показать. И дальше это будет системный, скорее всего, ежеквартальный аудит. И вот мы видим, что с конца января месяца, когда у нас торги начались, мы видим, что 48% заработано. Представляете, да? То есть это февраль, март, апрель, май, по сути, за 4 месяца 48%. В настоящем финансовом мире это очень крутой показатель. Я думаю, что вы согласитесь. Здесь еще включается сложный процент. Прибыль, заработанная автоматически, рекапитализируется. И таким образом, чем дальше мы разгоняемся, тем больше у нас суммарный процент прибыли. А слева на слайде показан пример кабинета одного из партнеров, который купил краудфандинговые пакеты за 100 долларов. Половина 50 долларов зашла в трейдинг. Потом за 200 половина зашла. И, в общем, всего у него получается 750 долларов зашло в трейдинг. Видим, 750 долларов. Из них уже стало больше, чем 1000 долларов. То есть, 266 долларов прибыль заработанная, 35%. Здесь, в данном слайде, на самом деле, партнер начал только в начале апреля. То есть, это буквально за полтора месяца заработанная прибыль. Представляете, 35% за полтора месяца на живом трейдинге, на живом рынке. Это, я считаю, высший пилотаж. И, конечно же, такие показатели, они не всегда у нас бывают. У нас бывают просадки. Зависит от того, когда вы заходите на рынок. Но важно то, что в долгой перспективе, в перспективе полгода или год, статистически у нас всегда прибыль. Мы этого не можем гарантировать. И Анна подчеркивает, что у нас модель high-risk, high-reton, то есть большой риск, большой возврат. Но вот этот большой возврат, он возможен как раз за счет сложного процента. Таким образом, все это работает. Естественно, прибыль у нас выводится. Мы вывод прибыли наладили. У нас уже, вот мы видим, что сейчас общий баланс фонда 81 миллион. На самом деле, где-то 5 миллионов, даже больше, чем 5 миллионов долларов уже из системы выведено. Партнеры очень довольны. За двое суток выводится прибыль. Но мы никому не рекомендуем ее выводить, потому что тогда не будет работать сложный процент, если вы будете выводить постоянно прибыль. Лучше всего ее выводить по истечении года или, может, полутора или двух лет. Лично я, будучи VIP-клиентом, забегая вперед данного проекта, планирую вводить только через 2-3 года. То есть я полностью доверяю системе. Я достаточно крупные суммы, сам сюда инвестирую своих личных средств. Итак, давайте посмотрим. Сейчас про DASY очень многие говорят, потому что на рынке MLM достаточно большой фурор DASY произвел. Мы запустились в конце марта. В январе у нас был тестовый, неудачный, скажем так, технический запуск. Потом потребовалось кое-что починить и восстановить. В конце марта, 30 марта мы запустились. И вот за это короткое время, за месяц первой работы у нас 95 тысяч платных клиентов. Это те люди, кто хотя бы 100 долларов в краудфандинг вложил. У нас товароборот более 110 миллионов долларов за первый месяц работы. На самом деле даже меньше, чем за месяц. Здесь округленная цифра. Более 60 миллионов долларов собрано в DASY фонд. Именно собрано. Мы видим, что в самом фонде уже больше 80 миллионов. Это уже, если учитывать еще и прибыль. Таким образом, DASY действительно бьет рекорды. Подобных показателей ни у одного MLM проекта не было. Прямо на старте мы очень быстро с таким темпом стартанули. Сейчас у нас динамика более низкая, чем при старте. Но в частности, в силу того, что мы скоро запустим новый проект, связанный с DASY токеном, о котором я сегодня расскажу, сейчас опять динамика у нас налаживается. Я объясню, почему. Итак, давайте я покажу, как работает сама модель. Как работает модель. Tron – это блокчейн. Один из топовых блокчейнов. Такой же, как ETH, такой же, как Bitcoin и так далее. С той разницей, что на Bitcoin смарт-контракты не работают. На Tron они работают. Он очень удобен как раз для наших смарт-контрактов. Мы выбрали Tron. Там более низкие комиссии. И мы платим и получаем комиссии в USDT. USDT – это токен, это криптовалюта. Stable coin, привязанный к одному доллару. Один USDT равен одному доллару. Примерно. Там может быть маленькое отклонение, разница в долю 1% или 1%. Итак, мы на наши кошельки, на наших смартфонах, либо на компьютере мы закидываем USDT и начинаем покупать пакеты. Когда мы покупаем пакеты, дальше 50% от маленьких пакетов и 70% от больших идет на живые торги в DeasyFond, который я вам только что показал. И до 46% идет на реферальную программу. То есть те люди, кто приглашает новых вкладчиков, новых бейкеров, как это называется, краудфандеров, те, кто участвует в системе, они получают вознаграждение. У нас 10-уровневая партнерская программа, о которой я коротко позже скажу. Далее, Endotec зарабатывает DeasyFond, зарабатывает деньги и можно вывести прибыль из системы также в USDT. 70% можно вывести на тот же кошелек, откуда вы вкладывали деньги и сам клиент выводит 70%. А еще 15% сверху идет в линейное резидуальное вознаграждение, о котором я дальше скажу. И 15% остается компании Endotec и системе Deasy. Ну и соответственно, вот эти 46% они тоже по реферальной модели, о которой я дальше скажу, выплачиваются партнером и у нас в этой системе очень большие чеки можно заработать. Чем это выгодно? Чем выгодно участие в Deasy, чем выгодно участие с нашим первым партнером, с компанией Endotec, с краудфандингом в искусственный интеллект и с криптотренингом. Во-первых, у нас, поскольку это краудфандинг и он не безвозмездный, а он возмездный, то есть вы не просто деньги свои отдаете в систему, вы за это получаете акции компании. Сейчас это доли, но в будущем они будут преобразованы в акции. И вы получите после прохождения верификации акции компании Endotec, которые могут стоить достаточно дорого, потому что компании, подобные Endotec, обычно оцениваются по повышенному системе, по повышенному мультипликатору. Это финтех-компания с искусственным интеллектом из Израиля. То есть здесь прямо полный пакет, который очень-очень привлекает внимание инвесторов. И на самом деле уже крупные венчурные фонды делают предложения по выкупу компании. Они отказываются, потому что мы пошли другим путем. Мы запартнерились с Endotec, им выгоднее работать с нами, потому что мы распространяем информацию, создаем большую клиентскую армию и повышаем капитализацию, рано еще продавать компанию. И плюс от 50 до 70%, как я показывал, от стоимости пакетов идет в DesiFond, и можно заработанную прибыль оттуда выводить. До 70% вам из прибыли можно выводить из системы, либо не выводить, наращивать баланс и выводить позже, тогда со сложным процентом можно больше заработать. Давайте посмотрим, как можно взаимодействовать с системой. Какие пакеты краудфандинга здесь имеются? 10 пакетов краудфандинга от 100 долларов до 51 тысячи 200 долларов. Мы видим, что с каждой следующей пакет он удваивает предыдущий по своему номиналу. То есть первый пакет 100 долларов, потом 200, 400, 800 и так далее. И здесь показано суммарно, сколько внесено в систему. Пакеты нельзя покупать, например, только пятый пакет или только восьмой. Нужно пройти всю эту цепочку от первого до того, который вам комфортно по вашему бюджету приобрести. Если вы купите все 10 пакетов, то тогда суммарно вы заплатите 102 тысячи 300 USDT. И видно, что вот здесь на этом слайде показано, что с первого по седьмой пакет… Так, одну секундочку, не показано. Вот сейчас показано. С первого по седьмой пакет 50% идет в трейдинг. И вот здесь это видно, да? 6 350, 6 030 поровну получается. А начиная с восьмого, с более дорогого пакета, уже 70% идет в трейдинг и 30% идет в реферальную программу. То есть с точки зрения инвестиционной это более выгодное решение, потому что большее количество средств идет в трейдинг. Понятное дело, что можно начать с первых, например, трех, четырех, пяти пакетов. Дальше, если у вас появятся свободные средства побольше, то вы можете потом сделать апгрейды, купить, например, шестой пакет, потом седьмой. Здесь никакой срочности нет. Единственное, что когда у нас этот первый этап краудфандинга закончится, когда мы достигнем цели, то просто на этом, по сути дела, краудфандинг в Мендотеку он закончится. То есть это предложение, оно не безграничено по времени. Теперь реферальная программа. Я основные пункты сейчас озвучу. Во-первых, у нас есть доход на входе. И во-вторых, у нас есть доход на выходе. То есть здесь можно зарабатывать за единожды проделанные действия. То, что любят очень сетевики, то, что любят очень маркетологи. Зарабатывать можно много-много раз. Я сейчас покажу, как это работает. Во-первых, у нас матрица. То есть структура у нас матрица 10-уровневая. Поэтому мы говорим, что у нас 10-уровневое реферальное вознаграждение. Прямой бонус продаж, матчинг-бонус, бонусы быстрого старта, бонусы прейсеттера. Это платится на входе. На входе это значит с этих пакетов, которые партнеры покупают ради краудфандинга в Индотек. И далее это резидуальный доход от выводимой прибыли. Когда в дейзи-фонде генерируется прибыль и клиенты выводят эту прибыль, то здесь идет заработок уже не по матричной структуре, а по линейной. Поэтому бонус называется линейной. Об этом я тоже дальше коротко расскажу. Итак, поехали. Я коротко пройдусь. У нас сейчас не школа по маркетингу, но основные моменты я озвучу. Итак, 5% это прямой бонус. То есть пригласили партнера, он купил любой пакет, вы получили 5%. Это все идет мгновенно. Все бонусы выплачиваются прямо вам на кошелек, децентрализованно, через смарт-контракты. Никто не может злоупотребить этой ситуации. Никто не может вас здесь стерминировать. Здесь нет никакой компании. В этом самая большая разница. Я хочу, чтобы вы это поняли. Дэйзи – это не компания. Это система смарт-контрактов. Это децентрализованная бизнес-модель. Это что-то близкое к DAO, к децентрализованной автономной организации. Я думаю, что со временем Дэйзи перерастет юридически тоже в DAO. Дальше. Когда человек заходит в бизнес, он размещается в форсированной матрице. Здесь показано, как это работает. Матрица 3 на 10. Могут быть переливы, могут не быть переливы. У большинства партнеров сразу скажу. Переливов нет. Переливы – это такая халява, когда вы ничего не делаете, а ваш спонсор кого-то ставит под вас. То есть человек, кто вас пригласил. Это называется переливы. На них не надо надеяться. Они могут быть, могут не быть. Лучше надеяться на свои собственные силы. И дальше вы покупаете пакеты. Итак, пакет номер один – это входной пакет за 100 долларов. Покуда вы не купите пакет за 100 долларов, вы в структуру встать не можете. И вы работаете в первой матрице. В матрице, в которой находятся пакеты за 100 долларов. Здесь показано количество уровней, 10 уровней, и количество партнеров, если матрица полностью заполняется. Сразу же скажу, это не делящаяся матрица. Это, по сути дела, как юни-левел, но с ограниченным количеством участников в каждом уровне и с переливами. То есть это просто матричное вознаграждение. Это достаточно, я бы сказал, распространенное маркетинговое вознаграждение. Почему-то многие его не знают. На удивление, даже те люди, кто 20-25 лет в MLM работает, не знают, что такое матрица. Тем временем, с 80-х еще годов, матрица и форсированная матрица являются одним из самых распространенных маркетинговых вознаграждений. После этого, если вы купите пакет за 200 долларов, то у вас отопрется вот этот вот замочек, откроется, и вы зайдете во вторую матрицу. Дальше купите пакет за 400, попадете в третью матрицу. И у нас всего 10 матриц. Я об этом тоже еще скажу, покажу на слайде. И вот здесь вот дальше табличка с матричным бонусом. Вот это, наверное, основной наш доход на входе от входящего потока. То есть всего у нас 10 уровней в матрице. Мы помним, она 10 уровня. Итак, количество личных партнеров, необходимых для квалификации, чтобы получать доход с этих 10 уровней, растет с открытием каждого нового уровня. Чтобы получать с первых двух уровней, это 3 человека и 9 человек, вам не нужно вообще никого приглашать. Чтобы получать с третьего уровня, с третьего поколения матрица, нужно пригласить трех партнеров, и чтобы они сделали закупки на 1000 долларов. Чтобы четвертого поколения, четырех партнеров, прошу прощения, 6 партнеров пригласить, и чтобы они сделали закупки суммарно на 2000 долларов и так далее. И чтобы с 10 уровней матрицы зарабатывать, вам нужно пригласить 24 партнера, и чтобы они на 128 тысяч долларов сделали закупки. Естественно, для кого-то это очень большие цифры, большие суммы. Можно планомерно к этому идти. Но если вы за месяц выполните условия, то вы тогда закроете пейссеттера. И это очень выгодно, об этом я дальше тоже скажу. Я не буду сейчас входить в эти дебри, я только покажу, что с первого уровня, со второго получаем 4%, дальше 6 уровней по 3%, и дальше 4% и 4%. Это с пакетов первого по седьмой, с пакетов восьмой по десятый процент поменьше, потому что на маркетинг здесь идет не половина, а только 30%. Помним, 70% в трейдинг, на больших пакетах 30% в маркетинг. Я это дальше сейчас пропущу, не буду разжевывать этот слайд, это отдельно на школах можно разобрать. Итак, 10 отдельных матриц. Вот здесь многие путаются, как это все работает. Все очень просто. По сути, в системе Дези есть 10 отдельных бизнесов. Вы можете находиться в первой матрице и строить бизнес только на первом пакете 100 долларов. И у вас будет структура из 100 долларовых партнеров, и все. Дальше, если вы купите пакет за 200 долларов, то вы попадете во вторую матрицу. И вы пойдете в эту матрицу вслед за тем, кто вас пригласил в этот бизнес. Если он есть во второй матрице. Если его нет, то вас система поставит к его пригласителю и так далее. То есть она найдет вверх по генеалогии, найдет человека, кто в этой матрице находится. Естественно, в первой матрице большинство людей находится. Все находятся в первой матрице. Нельзя ее как-то обойти. Это обязательное условие. Во второй матрице партнеров меньше. В третьей еще меньше. В десятой еще меньше получается. Потому что, чтобы попасть в десятую матрицу, нужно суммарно 102 тысячи долларов заплатить. Таким образом, если вы хотите строить бизнес, скажем так, серьезно, то рекомендация сразу же занять места в пяти, в шести или в семи матрицах. По вашему бюджету, естественно. И дальше планомерно делать апгрейд. Если вы можете сразу же приобрести все 10 пакетов, занять места в 10 матрицах, тоже хорошо. Тут один нюанс. Если кто-то из вашей команды, вы кого-то пригласили, и он вперед вас делает апгрейд, то тогда, например, вы на пятом пакете на уровне, а он тоже на пятом. Он потом сделает апгрейд до шестого, и тогда он попадет в шестой пакет, а вы уже его в этой шестой матрице потеряете. Таким образом, он вас обгонит в этой матрице. Чтобы избежать этой ситуации, всегда лучше с вашими личными партнерами общаться, спрашивать, на каком они уровне. И если они хотят сделать апгрейд, постараться сделать апгрейд первее, чем они это сделают. Это уже вопрос личных отношений. Матчинг-бонус – это 10% от матричных бонусов. Если вы кого-то приглашаете, и они получают по той табличке матричные бонусы, то вы с этого 10% будете получать с некоторыми условиями. Вот это важный момент – льготный период. Когда вы заходите в DASY, вот вы сегодня зарегистрировались, у вас с момента, с минуты регистрации ровно 48 часов дается после регистрации в качестве льготного периода, в течение которого вы можете зарабатывать со всех 10 поколений. Вам не нужно квалифицироваться. Причем во всех матрицах, во всех 10 матрицах. И этим, естественно, имеет смысл пользоваться. И недавнее обновление в маркетинге, очень приятное. Теперь те партнеры, кто находится в первой матрице, кто за 100 долларов зашел в бизнес или кто приглашает людей в первую матрицу, могут строить бизнес и получать доходы с 10 уровней. Не только первые двое суток, как раньше было, а пожизненно, пока система существует. Соответственно, это очень большой стимул. Здесь можно вообще никого не приглашать, если вам повезет, вы получите переливы. Можно зарабатывать деньги из 3, 4, из 5 уровня. Если у вас переливов нет, сами строите, тоже хорошо. Вы будете получать из первого поколения, со второго, с третьего, с четвертого. И так вплоть до 10, если у вас там есть партнеры. Естественно, предполагается, что вы что-то здесь делаете в этой системе, вы прилагаете определенные усилия. И тогда можно получать тысячи, десятки тысяч долларов только с этой первой матрицы. Чтобы со второй матрицы получать доходы, вам достаточно пригласить партнеров. И неважно, на какие суммы они сделали закупки. Это тоже очень важно. И на самом деле достаточно легко получается. Вы приглашаете 3 партнера, вам открывается третье поколение. Приглашаете 6 партнеров, открывается четвертое поколение. Приглашаете 9, открывается пятое. И так далее. Не нужны, нет требований по закупкам этих людей. То есть это очень сильно облегчает работу во второй матрице. Итак, первая матрица полностью свободная стала, без квалификации. Вторая практически без квалификаций. Ну и начиная с третьей по десятую общие квалификации работают, которые я до этого в таблице показывал. Теперь доходы. Это, я уже говорил, есть на входе от входящего потока от пакетов. И есть на выходе. Это когда трейдинг зарабатывает прибыль. И вы выводите прибыль, ваши клиенты выводят прибыль. Если ваши клиенты выводят прибыль клиенты первого уровня, именно по линейке, те люди, кто вас пригласил, то вы будете получать каждый раз 3,5%. Этот бонус у нас уже давно достаточно работает. И приятно видеть. Многие партнеры, у кого большие структуры, они видят, как это работает в действительности. Вот эти бонусы накапливаются у нас в кабинете. Они накапливаются на смарт-контракте. Нужно нажать на кнопку, чтобы их забрать со смарт-контракта. На входе, которые бонусы, матричный бонус, матчем бонусы, они мгновенно автоматически начисляются. Вот эти бонусы накапливаются в кабинете. И вы можете периодически их выводить. Со второго поколения будет 1%, 1% и так далее. Важно то, что это работает резидуально. Если вы перестанете строить бизнес, ничего не будете больше делать, считайте, что у вас такой карманный реферальный хедж-фонд, и вы создали, например, товарооборот 100 тысяч долларов, или 1 миллион долларов, и вы можете дальше ничего не делать. Средства клиентов будут постепенно-постепенно расти. Мы надеемся на хорошие результаты в этой системе. И вы будете получать вот этот доход. Даже если клиенты не будут выводить деньги, то раз в полгода система будет автоматически с них списывать процент. Мы помним, что Endotec и Desi берут 15% комиссию. И вот эта комиссия будет сниматься каждые 6 месяцев, если клиент сам не выводит деньги. Таким образом, вы будете всегда получать вот этот доход резидуальный. Он будет из месяца в месяц, из года в год, он будет только расти. И что еще важно для пейсеттеров, обратите внимание, те комиссии, которые не квалифицировались, то есть это значит, что, например, с пятого уровня человек не получил доход, потому что он не квалифицирован на пятый уровень в матрице. У нас квалификации, они дублируются из матрицы. Тогда вот этот, по-английски это называется, брейкердж, вот этот недовыплаченные эти комиссии, они все, половина идет на пул пейсеттеров, половина на пул лидеров. Я про это еще скажу, что это такое. Запомните просто, что пейсеттеры отсюда тоже получают деньги. И вот теперь давайте перейдем к самому сладкому по маркетингу. Это как раз пейсеттеры. То есть если в первые 30 дней вы открываете третий уровень, четвертый, пятый, неважно какой, вплоть до девятого, то вам дается один уровень подарочный. Вам дается один подарочный уровень от системы. И мы это называем бонусом быстрого старта на русском. По сути это бонус пейсеттера. А если вы откроете все 10 уровней за первые 30 дней, то вы становитесь золотым пейсеттером. Видите, вот эта десяточка, она золотом обозначена, золотым светом. И тогда вы начнете получать из глобальных пулов, от глобальных продаж процент, от всех глобальных продаж. А у нас в системе, напоминаю, 100 тысяч платных партнеров. Мы только в самом начале, у нас участвуют азиаты, европейцы, латиносы, канадцы, новозеландцы, африканцы и так далее. То есть мы на самом деле в СНГ маленький процент партнеров. Пока что. Пока что на сегодняшний день, я думаю, это изменится. И можно получать классный резидуальный доход, став пейсеттером. И плюс еще вы получите 5% от акций эндотек. 5% от акций идут всем партнерам, кто заходит в краудфайдинг. А еще 5% идет пейсеттером. И количество пейсеттеров сейчас у нас 300 с чем-то в системе. Вот считайте, 5% на 300 человек или на 400, или 5% на 100 тысяч человек. Есть ли разница? Почувствуйте разницу. Вот настолько выгодно быть пейсеттером. Акции эндотека будут очень высоко стоить, по нашим оценкам. Почему? Потому что эндотек уже сейчас оценивается. Скорая капитализация эндотека достигнет 1 миллиарда. Это уже достаточно серьезная такая большая финтек-компания. У них больше 60 человек в штате. И они разрабатывают действительно революционную, я не побоюсь этого слова, систему в алгоритмическом трейдинге на искусственном интеллекте. Она будет применима на разные другие тоже рынки. Давайте посмотрим еще раз про золотого пейсеттера. Если вы в первые 30 дней приглашаете 24 человека, и они делают закупки на 128 тысяч долларов, то вы закрываете золотого пейсеттера. И тогда вы начинаете получать 1.8% от всего краудфандинга, от всех входящих пакетов, деленные, естественно, на количество пейсеттеров. Потом вы будете получать 1.25% от всей прибыли, выводимой из системы, это резидуальный доход. 50% от всех неквалифицированных резидуальных бонусов, я об этом говорил. Еще на самом деле у нас есть программа VIP клиентов. Вы оттуда тоже будете получать 2%, я про это тоже скажу, и 5% акций эндотек. Все это вы будете получать, и это тысячи, тысячи, десятки тысяч долларов, по сути, резидуального дохода, если вы после входа в бизнес за первые 30 дней закроете золотого пейсеттера. И плюс вы сразу же добавляетесь в телеграме в чат, в глобальный чат пейсеттеров. Это, по сути дела, такой лидерский чат у нас существует. Там общение на английском языке. Ну, если что, через Google переводчик у нас там есть. С разных стран есть немцы и арабы, которые там не особенно по-английски говорят. Вот такие фишки. У нас этот счетчик из-за того, что были технические сложности, и в кабинете ничего нормально не отображалось, он был продлен. И сейчас для всех партнеров, кто уже в системе, кто заходил раньше, он работает до 11 июня. Поэтому я сейчас обращаюсь, пользуясь случаем к существующим, к тем партнерам, кто раньше заходил, к нам в марте, в апреле, в январе. У вас есть время до 11 июня, чтобы закрыть золотого пейсеттера, и потом, если вы захотите закрыть, то вы уже не сможете, вам придется просто открыть новый аккаунт и его квалифицировать. Либо же вы можете со временем закрыть лидерский бонус пейсеттера, который тоже крайне выгоден, он гораздо еще более выгодный. Единственное, что в нем нет акции эндотека. Он также платит 1,8% от всего краудфандинга, 1,25% от всей глобальной прибыли, 50% от всех неквалифицированных резидуальных бонусов и нет ограничений по количеству долей. Трех пейсеттеров воспитаете в своей первой линии, получаете одну долю. И, например, у меня, я также в системе нахожусь, вместе с моим партнером Эдуардом, у нас сейчас три доли, мы сейчас четвертую долю планируем закрыть. То есть это означает, что у нас сейчас, по-моему, 10 или 11 золотых пейсеттеров в первой линии. Ну, мы реально работаем, мы только этим и занимаемся, естественно, с утра до вечера полностью в этом бизнесе и на долгое время. Вот так работает еще лидерский бонус. И запомните, что я сейчас буду говорить еще про токены и про промоушн, который будет приурочен как раз к продаже токенов, и там тоже золотые пейсеттеры, так же, как и пейсеттеры-лидеры, будут находиться в привилегированном положении. Итак, у нас три категории участников. В первой фазе ДЭЗИ в финансировании ДАТЭКа это пакеты с первого по седьмой, в которых 50% идет на ДЭЗИ фонд, пакеты в восьмой по десятой, 70% идет в ДЭЗИ фонд, то есть это уже такие более серьезные, скажем так, участники, более денежные, у нас таких тоже достаточно много в системе, они зарабатывают больше денег в тренинге, они зарабатывают столько же, но у них процент средств больше идет в тренинг. И плюс есть вип-клиенты, если вы закроете все 10 пакетов, если вы купите все 10 пакетов, то вы становитесь вип-клиентом, тогда 100% средств направляется на ваш личный счет. Как это работает? Вы открываете счет личный на бинансе и через опи-ключи Эндотек будет торговать. У меня такой счет есть, и я очень доволен результатами. Сейчас во время обвала на крипторынке, пока рынок падал последние несколько дней, я с каждым из этих дней чуть-чуть наращивал свой баланс. Чуть-чуть, я не могу сказать, что там прямо очень сильно, но тем не менее, потому что у Эндотека была позиция, шпортовая позиция, то есть они делали ставку на понижение на фьючерсном счете. И это все на моем счету, прямо я это все вижу, то есть это достаточно приятно. Но опять-таки на короткой дистанции, как и в дези-фонде, так и на личном счете у вип-клиентов, всегда могут быть и минусы, и 5, и 10% – это нормально, это инвестиции, это трейдинг, это всегда так работает. Пожалуйста, не удивляйтесь. Главное, что Эндотека у нас проверенная система, которая за год дает достаточно хороший плюс. То есть это может быть 100, 150, 200, 300 процентов. Зависит от того, как рынок себя поведет и от того, насколько она успешно и быстро будет развивать суперинтеллект. Кстати, с его развитием у нас, в принципе, показатели трейдинга должны только улучшаться со временем. Чтобы стать вип-клиентом, нужно оплатить комиссию 5 процентов. Например, если вы 200 тысяч долларов как вип-клиент инвестируете, то вам нужно будет 5 процентов, это 10 тысяч долларов отдельно перевести на счет Эндотека. Это такая входная нагрузка. И вы будете дальше от прибыли 20 процентов платить. Вот из этих 20 процентов 10 процентов идет в Дези Эндотек, и 10 процентов направляется на реферальную программу. И вот эта реферальная программа, она работает следующим образом. Она очень выгодна, кстати, для тех, кто работает с состоятельными клиентами. Это уже реальный мир инвестиций, это уже не краудфандинг. Но чтобы стать вип-клиентом, еще раз напоминаю, вам нужно, чтобы 10 пакетов вы купили. 102 тысячи долларов заплатили, 10 пакетов купили. После этого вы уже вип-клиент на своем личном счете открываете счет. Прошу прощения за тавтологию. Итак, реферальная программа работает следующим образом. Вы будете получать от всех ваших личных партнеров, кто стал вип-клиентом, и кто как вип-клиент на своем личном счету зарабатывает, будете 4 процента от их прибыли, резидуальный бонус такой получать. И второй уровень, ваш уже спонсор, это двухуровневая система вознаграждения, будет получать 2 процента. А дальше 2 процента будут запрыгивать в пул, пока еще это все не работает. Это все впереди, я думаю, что это как раз летом у нас начнет работать. 2 процента в пул золотых пейсеттеров и 2 в пул пейсеттер-лидеров. Представляете, у нас вип-клиенты, это потенциально десятки миллионов долларов денег. Они зарабатывают миллионы долларов прибыли. И когда эта прибыль выводится клиентам, он платит 20 процентов комиссию на прибыль, и оттуда 2 процента направляется золотым пейсеттером и 2 процента пейсеттер-лидером. Это еще одна фишка, скажем так, для мотивации пейсеттеров, чтобы стать пейсеттером и лидером. То есть это заложено в маркетинг. Маркетинг достаточно лидерский, я с этим согласен. Но сейчас я буду говорить, скажу о том, как можно и обычному партнеру, у кого нет потенциала или уверенности, что он станет пейсеттером, тоже здесь неплохо заработать. Давайте посмотрим на перспективу проекта сначала. Дези фонд будет преобразован в лицензируемый фонд. Сейчас идет уже процесс переговоров по регистрации фонда. Это не так быстро и не так просто делается. С юристами ведется работа. И когда уже лицензия будет получена, алгоритмы Анны Бекера будут работать не только на крипторынке, но также на фондовом рынке, на рынке commodities, фьючерсов, на рынке форекса, постепенно, планомерно компания Endotech и торговая система выйдет и туда. И тогда уже это будет в будущем не столько краудфандинг, сколько уже реальные инвестиции, когда это будет фонд, когда это легально будет фонда. На данный момент, напоминаю, что это юридический краудфандинг. И мы, по сути дела, поставляем ликвидность на этот трейдинг, чтобы Анна Бекер извлекала с живых торгов статистику определенную, использовала ее для развития искусственного интеллекта. И плюс будут новые проекты по краудфандингу. Сейчас пока рано говорить, но Endotech – это всего лишь первый проект. Мы это говорили всегда, мы это говорили изначально. И сейчас я перейду к той теме, которую, наверное, многие из вас очень ожидают. Вы хотите узнать, что такое DAZI токен, потому что слышали последние дни, потому что, скажем так, все партнеры, кто уже в системе находятся, сейчас очень возбуждены на тему DAZI токена. И те партнеры, кто еще не в DAZI, тоже уже начинают слышать про DAZI токены, про систему DAZI Launchpad. Я сейчас про это как раз расскажу. Что же такое DAZI токен? Распродажа этого токена начнется 1 июля 2021 года, то есть через месяц с небольшим. Это очень скоро уже распродажа начнется. И первые четыре фазы этой распродажи будут эксклюзивны для участников системы DAZI. Вот это очень важная информация. Чтобы участвовать в распродаже, вам нужно приобрести пакеты в системе DAZI. Если вы купили пакет всего лишь за 100 долларов, то вы можете на 100 долларов взять DAZI токены во время распродажи. Купили два пакета за 100 и за 200 долларов, то можете только два пакета взять с токенами. Понимаете, как работает? Если вы все 10 пакетов имеете в DAZI или купите во время промоушена, то тогда вы сможете максимально затариться DAZI токенами, закупиться DAZI токенами. Я сейчас объясню, зачем они нужны, DAZI токены, что это такое. DAZI Launchpad, опять-таки такое слово, которое многих пугает. Ну, это по сути, это краудфандинговая платформа Launchpad. Он как раз будет работать плотно, этот Launchpad, эта платформа работать плотно на базе DAZI токена. И суть проекта – это привлечение токенизированных стартапов. То есть, по сути, это и есть краудфандинговая платформа. По сути дела, все, что до сих пор мы делали в DAZI, как мы себя называли, децентрализованная система по краудфандингу, это все просто переходит в некий новый такой виток развития, в новый этап развития. И теперь это будет называться Launchpad. Но этот проект будет не MLM, не сетевой проект, это будет DeFi проект. Мы выходим на рынок DeFi, мы громко выходим на этот рынок. Нам есть что сказать, нам есть что заявить. У нас хорошие и сильные партнеры. Кстати, на следующей неделе они, скорее всего, выступят. Они покажут и расскажут, как будет это все работать уже с технической точки зрения. Потому что все сейчас каждый день заваливают вопросами с утра до вечера, спрашивают, что же это такое, как это будет работать. Более подробно расскажите. У нас будет белая бумага, я думаю, на следующей неделе. Вначале только на английском языке. Там будет описана вся механика, как будет работать Launchpad, как будет работать токен. И, по сути, наши партнеры, DeFi Launchpad, он запущен, собственно, фаундерами, основателями DeFi и партнерами, экспертами на рынке DeFi, как раз на рынке смарт-контрактов, на рынке Launchpad в том числе. И вы скоро узнаете, что это за люди. Они расскажут сами непосредственно, как это все будет работать. Сегодня я просто коротко коснусь этого. Итак, DAISY токен. DAISY токен, что же это такое? Общая эмиссия этого токена будет 1 миллиард долларов. Я говорю будет, потому что его пока что еще нет. И, как я уже сказал, будет 4 фазы распродажи. 4, да, у нас была информация, что 3. Тут некоторые виды изменения. 4 фазы распродажи. На каждую фазу 7,5% от общей эмиссии будет поставляться, будет продаваться. На каждой фазе. 7,5% от 1 миллиарда. Давайте посчитаем. Это 75 миллионов токенов на каждую фазу. Первая фаза по цене 10 центов. Вторая фаза по цене 25 центов. Такое же количество токенов. Третья фаза по цене 50 центов. Четвертая фаза по цене 1 доллар. Вот эти фазы будут протекать одна за другой. Начнется это все 1 июля. Это ориентировочная дата. Я думаю, что мы, вроде как бы, по словам наших партнеров, мы должны уложиться к этому времени. Это наш таргет, это наша цель. И эти фазы должны протекать очень-очень быстро. Особенно первая и вторая фазы. Мы считаем, они достаточно молниеносно просто пройдут. Потому что все понимают, что купив токены по более низкой цене, можно на этом заработать. Все вот сейчас поймут всю эту экосистему. Можно заработать как на перепродаже, так и на самой экосистеме ланчпада. Я этого тоже сейчас коснусь. Что же такое ланчпад? Я расскажу, объясню. И потом пойдет уже публичная продажа. Публичная продажа – это продажа не для партнеров Дейзи, а продажа для всего крипто-сообщества. Это большое крипто-сообщество. Десятки миллионов человек по всему миру имеют крипто-кошельки, инвестируют в криптовалюты. Вот эти люди будут покупать Дейзи токены уже по более торговой цене, уже после того, как вы потенциально купите по более низкой цене. И здесь будут привлекаться блогеры, будут привлекаться лидеры мнения. Для этого все будет проходить по лучшим канонам DeFi. И потом уже будет листинг на биржах. И выход на CoinMarketCap. Это все состоится, я думаю, что в августе, самое крайнее в сентябре. То есть достаточно быстро этот листинг произойдет. То есть мы здесь не говорим. У нас в прошлом были проекты, не буду называть их имена, когда были токены, которые должны были залиститься, но почему-то год за годом не листились. И только внутри сообщества создавалась какая-то такая эфемерная ценность. Вот здесь совершенно другая история. Здесь это абсолютно реальный продукт, абсолютно реальная технология. И здесь будет быстрый листинг. И давайте я вам покажу пример ланчпада. На самом деле тема очень интересная. Я сам лично не эксперт по ланчпадам. Я, конечно же, про это знаю в последние месяцы. Я тренды отслеживаю. Но я сейчас это тоже более глубоко изучаю. Экспертами здесь являются наши партнеры. Но вот один из топовых ланчпадов называется Daumaker. Daumaker можете зайти на его сайт. Здесь важно, что на этом слайде. Обратите внимание. Вот эта цифра 6.8 миллиардов долларов. И это не самый топовый ланчпад, который в мире сейчас существует. 6.8 миллиардов долларов – это совокупная капитализация. То есть это цена всех тех проектов, которые финансировались через ланчпад Daumaker. То есть ланчпад – это платформа. Это платформа – это такой децентрализованный венчурный фонд, по большому счету. Которая обычному человеку предлагает проинвестировать через токены, через токеномику. Проинвестировать в разные компании, стартапы, либо уже сложившиеся компании путем приобретения их токенов через private sale. Через, скажем так, предпродажу на первом этапе по самой низкой цене. Чтобы приобретать токены по низкой цене, это, знаете, на самом деле похоже на традиционный финансовый рынок. Когда, могу сказать, из личного примера, есть, например, крупнейшая американская компания Robin Good. Мобильное приложение для инвестиций. Очень популярное, особенно в Америке. И они будут делать IPO, выходить на рынок. Я туда лично проинвестировал до их еще выхода определенную сумму какое-то время назад, несколько месяцев назад. То есть, вот, по сути дела, это тоже своего рода ланчпад. Ланчпад, он работает с токенами, это другое правовое поле, естественно. Но смысл примерно схожий. То есть, это возможность для обычного человека инвестировать. Причем совсем маленькие деньги можно сюда инвестировать. Не обязательно иметь там сотни тысяч долларов, миллионы долларов, как в традиционном финансовом мире. Понятно, что эти 6-7 миллиардов долларов, это не столько люди проинвестировали. Люди проинвестировали меньше через Daumaker в разные стартапы, в разные токены. Вот справа мы видим примеры этих токенов. Но потом совокупная капитализация всех этих токенов, которые проходили через Daumaker, достигла почти 7 миллиардов долларов. Это очень круто. И плюс, ну это в принципе не важно, но данная компания Daumaker, они владеют определенной технологией управления, governance управления вот этой токеномикой, активами. И они эту технологию, эта технология применяется другими компаниями. И вот совокупный объем капитализации проектов, проходящих через эту технологию, сейчас 16 миллиардов долларов. Вот эта первая строчка, это не важно, третья тоже не важно, вот эта вот важна. Я хочу показать таким образом, что потенциал развития рынка, он просто огромный, причем это не самый большой ланчпад. Дейзи ланчпад у нас огромнейшее преимущество, потому что мы заходим, у нас уже количество, у нас уже комьюнити, сообщество, количество платных партнеров, именно платных. Я хочу подчеркнуть ваше внимание, обратить ваше внимание, подчеркнуть, что 100 тысяч человек уже в Дейзи находятся. И это глобально, это по всему миру. Да, многие зашли всего лишь на 100 долларов, но это такие же важные партнеры, как и те, кто зашел на тысячи, на пять тысяч и так далее, на более крупные суммы. И даже эти люди смогут приобретать токены пропорционально своему вложению в краудфандинг, вот на первой фазе, как я уже объяснял. Ну и здесь показано, как работают, обычно ланчпады работают по системе аллокаций, так же, как в принципе на рынке ценных бумаг. И как будет работать Дейзи токен, у вас будет определенное количество Дейзи токенов, и вы сможете делать стейкинг, пока я не готов рассказать детали, попозже эти детали будут. Это будет либо заморозка, либо заморозка, но, скажем так, не без фиксации во времени, не на три месяца, не на полгода, просто держите на специальном кошельке, это уже называется заморозкой. И за это вы сможете получать определенное количество, бесплатно абсолютно, только за то, что вы держите токены Дейзи на определенном кошельке, вы сможете получать токены тех проектов, которые будут приходить на Дейзи ланчпад. Это достаточно круто, и это большой стимул. И помимо этого, вы сможете за деньги приобретать эти токены, которые на платформу будут приходить, то есть инвестировать в стартапы, по сути дела, по очень низким бросовым ценам. И это будет производиться, скорее всего, по принципу лотереи, по принципу локации и, возможно, пропорционально вашему владению Дейзи токенов. Более подробно, я сейчас не готов сказать, более подробно все будет описано в белой бумаге, мы ожидаем уже через неделю. И также, напоминаю, выступят наши партнеры, они более подробно расскажут, как все это будет работать. И теперь промоушены к запуску Дейзи ланчпад. Вот это очень важно. Вот эти промоушены, мы их озвучивали, в чатах тоже писали. У нас есть три промоушена, которые работают уже, работают уже и будут работать до 11 июня. Итак, 1% от общего количества Дейзи токенов, то есть общее количество 1 миллиард, 1% это 10 миллионов, будет предназначено, выделено на золотых пейсеттеров. Вот тут еще огромный стимул стать золотым пейсеттером. Если вы еще сомневаетесь, если вы не уверены, вот это вот дополнительный стимул для того, чтобы стать золотым пейсеттером, потому что 10 миллионов токенов будет делиться среди всего лишь, ну вот сейчас у нас 300 с чем-то золотых пейсеттеров, допустим, будет 400, 500, 600, когда промоушен закончится, посчитайте сами, сколько токенов каждый из этих пейсеттеров получит. Это большое количество и потенциал роста токена, он достаточно большой. 10 миллионов Дейзи токенов получит пейсеттер лидера. Здесь вообще уникальная ситуация, потому что пейсеттер лидеров у нас в системе меньше, чем 40, 35 или 36 всего лишь сейчас. Представляете, 10 миллионов Дейзи токенов разделится, пускай даже на 50, на 60 пейсеттер лидеров. То есть, ну, огромнейшее количество токенов получит пейсеттер лидер. Это специальный промоушен, который мы официально объявили для того, чтобы сейчас как раз мобилизировать, скажем так, сеть, для того, чтобы показать, что у нас серьезные намерения и для того, чтобы люди оценили потенциал этих токенов. И 10 миллионов Дейзи токенов будет предназначено для спиловер-мейкеров. Вот я говорил, что обычный партнер теперь у нас тоже может очень хорошо зарабатывать. Давайте мы посмотрим, что такое спиловер-мейкер в следующем слайде. А промоушен у нас действует, кстати говоря, до 11 июня. Спиловер-мейкеры. С 22 мая он работает по 11 июня. Чтобы стать спиловер-мейкером, вам нужно пригласить 4 новых личника и суммарный объем их закупок должен быть 1000 долларов. То есть очень-очень простые действия. Приглашаете 4 новых человека. С 22 мая должны быть именно новые партнеры, именно новые партнеры, не старые партнеры. Эти партнеры должны приобрести это минимум 4 человека. Это может быть на самом деле 10 человек. Каждый по первому пакету по 100 долларов купил суммарно 1000 долларов. То есть минимум 4 человека. И вы получаете одну долю как спиловер-мейкер. И количество этих долей не ограничено. Таким образом, если вы пригласите 40 человек каждый и выполните каждый раз это условие, то тогда вы получите 10 долей. И 10 миллионов токенов после этого промоушена будет разделено на все доли спиловер-мейкеров. Таким образом, здесь тоже можно получить значительную часть токенов. По сути дела, помимо всего маркетинга, это дополнение. По сути дела, получается, что бесплатно. И это очень неплохой стимул. Далее. У нас будет участие в цифровом саммите, Digital Summit 2021. Это будет крипто-событие в онлайне. Мы ожидаем десятки тысяч человек. Трансляция будет на английском языке с переводом на 4 языка, в том числе на русский. Еще будет японский, китайский, испанский. И это продлится 2 дня. И там будут топовые спикеры из индустрии DeFi, децентрализованных финансов и NFT. NFT – невзаимозаменяемые, по-моему, так говорят на русском, токены. То есть это самый-самый тренд, сейчас горячие тренды на рынке блокчейна. И будут выступать такие люди, как владелец, создатель Метамаска. Потом есть такой топовый проект Ави по DeFi. Ведем переговоры с Соланой. Это тоже топовый. Это все топ-20 по CoinMarket, топовые-топовые проекты. И многие другие. То есть, по сути дела, будут достаточно известные личности выступать. И там будет выступать Джереми Рома, один из наших основателей DeFi, фаундеров. И у него будет доклад, как раз посвященный DeFi токену и DeFi ланчпаду. И там он зажжет не по-детски. Потому что для тех из вас, кто слышал, как он рассказывает, он очень харизматичный, очень сильный спикер. И обычно спикеры на конференциях блокчейна рассказывают достаточно скучно. Джереми, он, конечно, я думаю, зажжет очень сильно. И он презентует, по сути дела, наше новое направление DeFi ланчпад. И скажет о том, что у нас уже есть 100 тысяч платных партнеров. И вот мы с этим сообществом дальше выходим на новый уровень и запускаем платформу для стартапов под названием DeFi ланчпад. Итак, я подхожу к концу. Презентация на этом заканчивается. Как присоединиться к DeFi? Логичный вопрос. Для этого вам нужно получить ссылку от вашего пригласителя. Нужно загрузить официальное приложение кошелек Tron. Это либо TronLink, либо Clever. Их несколько бывает кошельков, крипто-кошельков на телефон, либо в расширение Google Chrome. И туда загрузить токены USDT. Для старта достаточно 100, потом можно больше. Потом подготовить 150 Tron в качестве энергии для оплаты транзакции на каждый пакет, который вы собираетесь брать. Потому что все транзакции на блокчейне не бесплатные. И у нас, чтобы смарт-контракты обрабатывали все эти действия, нужно оплачивать эту энергию. И дальше, естественно, вам подскажет пригласитель, как технически приобрести эти пакеты. Все практически мгновенно проходит. И комиссии выплачиваются тоже мгновенно по маркетингу. И вы попадаете в систему. Дальше вы можете сделать апгрейд, взять второй пакет, третий пакет и так далее. Собственно, на этом я закругляюсь. Вместе мы творим историю. Спасибо, что до конца меня выслушали. Я думаю, что мы будем и дальше тоже проводить презентации. И у нас будет больше информации по DAZI токену, по DAZI ланчпаду. Вы поймете более детально, что же это такое. И, по сути дела, чем мне нравится этот бизнес и всегда нравился, тем, что здесь очень большой элемент обучения. Потому что массово люди, конечно же, не понимают, что такое смарт-контракты. Массово, по сути дела, благодаря DAZI сейчас 100 тысяч человек скачали приложение TronLink или Clever. 100 тысяч человек на сегодняшний день профинансировали проект Endotech через токен USDT. То есть это обучение. Мы вовлекаем людей во всю эту экосистему криптовалют, экосистему DeFi, децентрализованных финансов. И это, на самом деле, очень здорово. Вы можете таким образом оказывать влияние, помогать тем людям, кого вы знаете, из разных стран, на разных языках. И ланчпад, по нашему мнению, это уже горячий тренд. И он на ближайшие годы будет только развиваться и развиваться. И, конечно же, будет очень классно, если вы привлечете людей из вашего окружения к DAZI ланчпаду. И они смогут тоже инвестировать в разные направления. У нас уже, кстати говоря, первые два или три проекта выстроились в очередь. И уже предварительные переговоры ведутся. И задача, конечно, чтобы первые проекты, которые пойдут на DAZI ланчпад, чтобы они не ударили лицом в грязь. Чтобы люди все на этом заработали. Чтобы токены дали хороший рост. И чтобы проекты были настоящие, качественные. Мы будем отбирать, чтобы не было всяких шиткоинов и всякого шлака, естественно. И сам DAZI, я отвечу сейчас на вопрос, который часто задают, и на этом закруглюсь. Сам DAZI токен, у него есть определенная токеномика, определенные механизмы, которые позволят ему не падать в цене. Потому что я уверен, что у вас вопрос такой. Окей, мы сейчас берем токены дешевле, потом они выйдут на рынок по 5 долларов. А где гарантия, что токен не обрушится? Как часто мы это уже видели. На самом деле тут будет механизм сгорания использоваться. Это раз. Во-вторых, будет использоваться механизм, это называется вестинг. Механизм, когда токены выдаются не сразу же 100%, а постепенно. Например, первый месяц 10%, второй месяц 10% или 5% и так далее. Таким образом, невозможно сразу же кучу токенов выбросить на рынок и понизить цену. Плюс, естественно, у нас будет стейкинг, который поможет бесплатно получать токены всех этих стартапов новых проектов. И будет стимул не сливать токены DAZI на рынке, а держать их. Потому что если вы их будете держать, то вы сможете еще больше зарабатывать. Вся экономика будет вокруг этого строиться. Но более детальную презентацию этого ланчпада и токеномики, экономика токена называется, токеномики DAZI токен, у нас состоится более детальная презентация, я думаю, что через неделю, когда будет закончена белая бумага. Итак, спасибо за ваше внимание. До новых встреч. И мы будем больше проводить школ, естественно, больше презентаций на русском языке в том числе. У нас есть классные спикеры, и я надеюсь, что если у вас какие-то вопросы сейчас есть, вы можете их после выступления задать вашим пригласителям. Всего доброго.